Музей Московского художественного театра бережно хранит документы о первой постановке «Чайки», о спектакле, сыгранном в Петербурге 80 лет назад и не имевшем успеха у зрителей. В то время актеры большей частью играли написанные для них роли, играли блестяще. Но к Чехову нужен был иной подход. В его пьесах надо было играть не роли, а создавать образы живых людей, жить всей атмосферой пьесы. Для этого нужен был новый актер и новый театр. Им стал Московский художественный театр. А спектаклем, которому суждено было открыть новую страницу в истории русского сценического искусства, стала «Чайка» Чехова. Вот что вспоминает участница этой премьеры Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Настроение за кулисами было серьезное, напряженное. Боязнь за любимого писателя. Все, что грезилось в мечтах о нашем театре, все наше артистическое будущее, все было поставлено на карту. И все это решалось 17 декабря 1898 года. Первые два акта прошли. Ждали третьего акта. И вдруг случилось что-то. Как будто прорвало плотину. Началось какое-то безумие. Занавес не опускался. Зрительные залы и сцена были одно. Успех «Чайки» был успех не одного спектакля и одной пьесы. Это был успех волнующего искусства Чехова-драматурга, гениально воплощенного на сцене Станиславским и Немировичем Дантенков. Чеховская «Чайка» навсегда осталась в художественном театре.